И у нас в студии сегодня отец Александр, протеерей Никольского кафедрального собора. Здравствуйте, отец Александр. Мы знаем, что очень скоро к нам приедет икона, удивительная икона Казанской Божьей Матери, чудотворная икона. Расскажите об этом. Это действительно так и из города Казани эта икона прибывает к нам. Вообще эту икону обрели еще в 16 веке. И Матерь Божия явилась от раковицы Матроне, 10-летней девочке, потому что взрослые не обращали внимания на Матерь Божию. И вот она явилась ей в полусне, где попросила, что вы должны обрести эту икону. Я нахожусь рядом с Никольским храмом, который недавно сгорел. И вот там на пепелище нужно будет раскопать и эту икону взять. И мама обратилась к папе, вернее девочка обратилась и к маме, и к папе, но как-то не прислушались к ней. И когда уже в третий раз Матерь Божия явилась, ей сказала, что будут беды, если ее не послушают. Мать пошла к епископу и рассказала ей о том. И вот они пошли на это пепелище, буквально чуть-чуть раздвинули какой-то мусор и увидели сияние. И обрели эту икону Казанской Божией Матери. Она помогает тем людям, которые больны зрением. Она помогает и защищает, конечно, целые народы, как любая Матерь, она защищает нас, своих детей. Но с Казанской иконой очень много связанных чудес. Ведь есть особо чтимый список в Санкт-Петербурге, в Казанском соборе в честь этой иконы. И Великую Отечественную войну немцы его не взяли. Потому что, ну, казалось бы, что проще? Зайди, вот он город, люди обездолены, люди голодные, люди ничего не могут, они умирали там, но тем не менее они не вошли. Есть особый чтимый список в Москве, в Елоховском соборе. И тоже Господь милостью Божией Москву уберег от фашизма, от тех варваров, которые были. И в таких случаях тьма у каждого человека в душе, где вот она помогала. И вот мы истинно верим, что это именно та икона, которая была обретена. И она прибывает к нам 16 числа в понедельник вечером. Предварительно в 7 часов вечера она уже прилетит и пока довезет в соборе. В соборе она останется всю ночь, останется на весь день. И вечером 17 числа, тоже в районе, наверное, 7 вечера, ее заберут и увезут обратно. То есть сутки можно? Сутки, да. Мы первые в той череде посещений от этих городов Казахстана. Вот Чемкент поставили одним из первых. Поэтому есть вещи, которые нельзя вернуть. Это время, которое невозможно вернуть назад. Это слово, которое ты сказал, и назад уже оно тоже не вернется. И это возможность, которую Господь дает нам, чтобы сделать то или иное. Возможность прийти, прикоснуться, отложить какие-то свои дела. Конечно, очень много сил уходит на то, чтобы стоять. У нас были череда праздников, были родительские дни. Но будет ли у меня еще возможность прикоснуться к иконе Матери Божьей, прикоснуться к чудотворной иконе, которая на протяжении многих веков хранила и оберегала нас? Я не знаю. Поэтому, если есть возможность, если есть силы, если есть какие-то желания, нужно стараться это исполнить. Поэтому приходите, помолитесь, приложитесь. Я думаю, Господь не оставит и даст то, что нужно. И Матерь Божья защитит, обережет и сохранит нас от всякой напасти. Наше такое вот непростое, спокойное, но все-таки непростое трудное время. Приходите.